Так, подпишитесь здесь, здесь и еще вот здесь. Я обязан сказать, что сейчас включен режим только чтения, но мы имеем право и будем вести запись. Однако, чтобы вы не увидели, это нельзя будет предъявить как доказательство в суде. Постойте, я до сих пор не уверена, что это правильно. Мне нужно ваше решение. У нас мало времени. Еще немного, и начнут разрушаться клетки. Хорошо, я готова. Я готова, друзья мои. Ну, ведь, сказала наша главная героиня, это игра под названием Get Even. Ну что ж, давайте посмотрим. Недавно вышедшая игрушечка, как бы и хоррор, и пугашки, и в чертогах своего разума, и своей памяти придется копаться. Такие игрушки мы с вами любим. Если зайдет, можно даже сделать проходняк. Так, игра сразу нас бросает непосредственно в игровой процесс, то есть нам мало что объясняется. Так, главный герой, кстати, зовут Блэк его. Не приближайтесь к месту обмена. Девушка у нас вам еще... Вам ее не спасти. Не вмешивайтесь, мне написано. Окей. Так, сладненько. Давайте посмотрим, что у нас вообще здесь творится. Где мы? Что мы? Трудно сказать пока что. Графически игра забавно смотрится. Так. Окей. Это можно как-то спрятать? О, вот что... Опа! У меня даже винтовка есть. Вроде как бы не шутан, по идее, насколько я понял. Дратути. Что-то как-то не особо здесь пока у нас густо по людям-то. Вижу вертолеты. Так. Куда мне идти надо? То есть как бы все, насколько я понимаю, все происходит именно в память нашего главного героя. То есть нам нужно восстановить события, понять что как и было. Так. Аккуратно. Играем на PlayStation 4 Pro. Между прочим, игрушка весит без малого 30 гигов. Поэтому я надеюсь здесь все в порядке с этим делом. Так. И с оптимизацией, и в принципе с геймплеем. Самое главное, чтобы это дело затянуло. Так. Тут какое-то здание стрёмное у нас. Оу. Какая интересная машина, между прочим. А фонарик есть у главного героя? Есть пушка, которой типа можно стрелять. В кого стрелять? Это уже другой вопрос. Так. Ладно. Что-то у нас такое. Папа. Ну, надеюсь, что... Или попа. Или попа, или папа написано. Так. Окей. Погнали посмотрим. По идее, это как бы не обычный шутер. Это вообще не шутер, насколько я понял. О-о-о. Там уже людишки какие-то. Я так понимаю, что нужно, видимо, скрыто их убить, да? Или вообще не трогать? Попробуем пробежаться. Он себе там ушел, а я пройду сюда. Так. Так. О-о-о. Дратути. Удерживайте, чтобы достать телефон. Так. Блэк, не приближайтесь к месту обмена. Элемент... А, зеленый индикатор на торце телефона указывает, где находятся вещественные доказательства. Игра немножко сейчас напомнила кондемна. Тут держите L1 или R1. Так. И что у нас тут? Найти и спасти заложника. Ультрафиолетовый свет. А, давай попробуем. А, вот сканер. Смотри, вот так вот, наверное. Пробуйте просканировать поврежденный беспилотник. Где вы тут увидели его? А, вон оно что. Так, сканируем. Белые рамки стали зелеными. Начните анализ с помощью R2 или крестика. Вы можете просканировать вещдок, когда белые рамки станут зелеными. А, во. Готово. Процесс обнаружения. Если что, там внизу, вон в телефоне все показывается. Панель управления BPLA. Это военная технология. Заебись вообще на самом деле. Да, военные беспилотники, это на самом деле тема. Это не то, что там какой-нибудь DJI и прочее. Хотя на их базе, насколько я знаю, вроде и собирается это дело. Так, квадратик. Слушай, играть чем-то очень сильно вот по этим детективным моментам, взаимодействие с телефоном, ультрафиолетовый сканер, напоминает Condemnett, который, в свою очередь, меня поразил все время. Так, там пылька у нас упала. Графика очень какая-то специфическая. И могу сказать, что она прям супер бомбезная, но она смотрится оригинально как бы. Так, что у нас тут? Заперто. Они открываются, не поддаются. Я думаю, что надо взять, наверное, все-таки глушак. Мало ли какое дерьмо случится. Если это чертоги нашего разума, то что мы здесь должны найти? Ну, какой-то военный или что, я пока не знаю. Так, тихонечко. Мы знаем, как зовут главного героя, мы знаем, что он копается в своей памяти. Точнее, в ней копаются другие люди, а мы типа смотрим, что и как было. Слушай, что с графоном у нас? Не могу понять. Вроде прикольно, а вроде не ахти. Так. Ну, графика в таких играх, в принципе, не главная. Нам нужно, чтобы игровой процесс зацепил, чтобы ты хотел в этой игре дальше. Что-то тут есть. Что-то здесь творится неладненькое, друзья мои. Так, надо ставить телефон еще, сейчас будем сканировать. Так, тут что-то есть. Судя по тому, как мандражируют у меня. Только что мандражируют. Во-во-во-во-во, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, спокойно. Так, как ты там это делал? Ну, еще раз. Тепловизорность, карта, сообщения ультрафиолетов. Картовый свет. Ух ты. Так, это, видимо, кровь у нас, да? Я так понимаю, что тут у нас. Сейчас пока привыкнем, пока посмотрим. Ты хочешь сказать, что нам сюда? Нет. Нам определенно не сюда. Здесь кого-то держали, кого-то очень сильно избивали. И, судя по всему, нам как раз вот сюда надо. Черт, мядери. Судя по тому, что сигарета еще горит, здесь минут 10 буквально назад кто-то был. Поэтому нужно что-то предпринимать очень быстро. Чтобы нас не схватили нахрен, использую телефон для поиска вещдоков. Я вот и стараюсь это как бы делать. Так, смотрим, что у нас тут. Я слышу какое-то пыхтение. Такое... Так, ладненько. Телефон для поиска вещдоков. Что у нас есть? Мемуары, сканер. Давай просто сканер возьмем. Так, ничего не попадает, собственно. Я особо ничего здесь и не вижу. Так, ультрафиолетовая, между прочим, очень даже неплохая тема. Кого-то везли. Вот заложника, таким образом мы и сможем найти. Лучше не шуметь. Согласен. Воу, какая-то бабенка была у нас. Что там было на телефоне? Стоп. Воу, воу, тихо. Спаси девушку. Так, понятно. Берем телефон. Ликвидация на квадрат позволяет устранить врагов. Быстрая и бесшумная. Воу, 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 воу. Неплохо так. Молочага вырубил. Слушай, даже без лишнего шума и суматохи. Вот странно, вот я не знаю, видно вам, нет, как текстуры прогружаются, когда встаешь. Немножко непонятно. То есть такие моменты обычно нужно как бы фиксить. Я не знаю, был ли патч первого дня, потому что я сейчас записываю уже игра как бы несколько дней в релизе. Без понятия. Так, в кого он там гасился? Твою мать. Так, это я возьму, но мне, в принципе, не надо. Так, это налево-направо. Господи Иисусе. Так, ладно. Что у нас здесь? Слушай, а почему он это самое не... А, всё, я понял. Так, телефоншек взял. Сканер. Можно попробовать просканировать, смотри, это дело. Процесс обнаружения. Что это за фейс? Кто это? Анализ баллистических данных. Оружие опознано. Полуавтоматический пистолет. Я не знаю, много ли тебе это сказала, друг мой, но нам надо идти далее. Так, давай возьмём снова ультрафиолетовый этот хрен. И почесали искать её. Подожди, я что-то был, не? У меня складывается впечатление, что я здесь уже был. О, чувак, не знаю, она же совсем девчонка. Заперто. Так, знаешь, я лучше оружицу возьму. Кто это? Видимо, этажом выше. Выберите приложение «Карта». Все движущиеся объекты отмечаются на карте в реальном времени. Так, а ну-ка, подожди. Карта, 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 карта. Мемуары. Во, готово. Карта показывает, на каких этажах находятся движущиеся объекты. И что? А, я понял, сейчас пройдём. Так, этажом повыше. Не-а, не открывается, не поддаётся, зараза. Управление в игре немножко странное, честно говоря. Такое специфическое, которому нужно привыкнуть какое-то время. Так, там кто-то есть, точно. Судя по карте, там точняк кто-то есть. Притом, сразу несколько целей. Так, берём оружицу. Прямо там, по идее, кто-то должен быть. Странная хурма творится в этой игре, серьёзно. То есть, мало разговоров, мало каких-то объяснений. Просто дали тебе задание, иди и делай. Так они уходятся. Странно. Как-то неестественно быстро. Либо они просто убежали от кого-то. Типа надо мной, да? Да, знаю, мне нужно позвонить. Чувак, сейчас посмотрим. Слушай, а что это за белый орёл, реально? Как будто оно прогружается на лету, серьёзно. Это немножко на фоне тёмной игры. Вот смотри, вот видишь, вот такие вот моменты. Оп, белая вот эта херотень. Оно странно смотрится. Я не знаю, с чем это связано, но оно немножко напрягает. Учитывая, что игрушка реально тёмная. Так, тут ничего нет. Погнали сюда. Везде аккумуляторы. Видимо, какой-то очень важный заложник, я так понимаю. Так, это дело не крутится. Надеюсь, что мы движемся правильно. Ибо тут полный пиздос. Так, нам явно не туда. Погнали сюда. Такая, знаешь, давящая атмосфера. Чёрт. Не могу сказать, пока нравится мне, не нравится. Очень странная подача у игры. Возможно, это был изначально задуман как элемент интриги. Воу-воу-воу-воу. Что с музыкой, ёпта? Тихо-тихо. Моя голова сейчас расплаж... Господи. Что? Там тень была, тень пропала. Что с игрой? Нет, может, наша память немножко слоу-почище. Господи. Выгибает корнер... Что? Боковая пушка? Серьёзно? Так. Ваш табирает изображение, чтобы выстрелить. Всё. О-хо-хо. О-хо-хо-хо-хо. Ни хрена. Щет, согласен. Это было эпично. Я такого ещё не видел. Это прям как в фильмах Тимура Бекмамбетова. Так, нажмите Р1, чтобы выпрямить корнер. Ну, типа так. Ну, считай, что я его выпрямил. В параллельный балетериал. Я думал, это баба. Подожди, там же баба была. Я знаю, у тебя они бывают только по воскресеньям. Но хоть раз своди их не только за гамбургерами. Алло. Алло. Странно. Мне показалось, что... Вроде бы как была девушка с косой. Опа. А вот и девчонка. Что за? Почему бомба сработала? Где, чёрт побери, майк? По телефону нибудь болтает. Очень вовремя. Найди его. Лады. Кто это? О, колдю тебе. Как в колдю практически. Не подходи ко мне. Не подходи. О, девчушка, у тебя проблемы. Всё хорошо. Я друг, я помогу тебе. Она включена позже. Она сейчас сорвётся. Помоги мне. Как я помогу тебе? Изменить, использовать, отдалить. Как я буду? И какой код? Какой код, мать его? Код 3001. Сейчас попробуем. 3001. Три. Ноль. Ноль. Оу, правильно? Нет, по-моему, не очень правильно. Блядь. Может быть, она и послышалась просто. Учитывая, что это было воспоминание. Хер его знает, к чему это привело. Явно не к чему хорошему. Наш герой должен был скопытиться, умеет вместе с девушкой. Но что-то пошло не так. Я друг. Я помогу тебе. Веди себя тихо. Такс. Психологический триллер с элементами хоррора. По-моему, прекрасное сочетание для того, чтобы продукт уже был успешен. Ну, а мы-то сейчас посмотрим. Вообще, я люблю, когда нам начинают пудрить мозги в том плане, что мы не знаем, что в сюжете. Начинаются какие-то заварушки, непонятности. Обычно то, что люди не понимают, это их пугает. Но в данном случае это может интриговать и позволять, наоборот, рождать интерес к игре. Голова трещит. Помню бомбу, девушку. И все, блядь, и пиздарики. То есть, она сама назвала код. То есть, при ней каким-то образом назвали комбинацию. Это странно. Может быть, как-то и можно ее было спасти. Я не знаю. Потому что, вчитывая, что мы первый раз играем. Этого места я не помню. А что за херня тут творится? Жду в корпусе 5, по-моему. Или B, или... А, B, по-моему. Так, как и договаривались, Ред. Ну-ка, пятерочка. Так, ладно. Чего-то наш телефон можно запрятать. А, это вот так вот мы перед тем самым. Я понял тебя. Так, смс-очки. Телефон можно спрятать. Оружия у нас, как я понял, здесь нет. Что там у нас? Бомба. Девушка Коул Блэк пришел туда, чтобы ее спасти. Сочные фоточки и так далее. Ну что, господа, движемся. Изучаем, смотрим. Так. Отлично. Если вы захотите прохождение этой игрушки, не забывайте поддерживать лайком, естественно. Чем больше лайков, тем больше я понимаю, что вам игра интересна. Для меня лично я пока не могу сказать интересен продукт Элин, потому что нужно разыграться. И я не очень понимаю пока как-то странная подача. Серьезно. Такое впечатление, что вроде игру как азиат. А вроде говорят, что поляки, вроде азиаты. Хрен его знает. Кто бы ее не делал, он явно хотел, чтобы это выгорело все дело. Так. Там что-то лежит. Или кто-то. Или просто рука. Пристарики. Так, тихо. Тихонечко, спокойненько. Так, как у нас переключается? Давай к ультрафиолетам проведем. А, это просто вставная рука. Господи, я-то думал, там что-то есть. Черт, мидери. Судя по тому, что главный герой мандражирует так нехиленько. Это, наверное, можно взять, да? Или прочитать. Так, а посетить встречу наша задача. Просто сканер. Так, смотри. Он нацеливается вот на руку. То есть, руку можно просканить. Давай. Процесс обнаружения. И что ты там нашел? Найдено ДНК. Найдено одно совпадение. Пациент 9-12. Пациент? Ты хочешь сказать, что это чья-то рука, да? То есть, нормально. Нормально, окейушки. То есть, кто-то потерял свою руку. Наверняка он сейчас очень злой. Че, душевая такая стрёмная? Хёбаный насос. Ладно. Черт. Я что, здесь один, что ли? Тепловых сигналов не обнаружено. Значит, я один. Интересно, сделан как бы подобран голос главного героя. Знаешь, я его в голове представляю как такой... Ханера, бля, сидит. Че, бля, своей головой, ёбаный свет? Вот примерно так. Вот вторая рука, кстати. Но она не сканируется никак. Так, тут вроде все чисто. Там есть вон... Смотри, что это за клюк такой странный? Смотри, хоп. Видно же, смотри, вот на проход. Хоп. Он то чёрный, блядь, тот серый. То чёрный, то белый. Интересно. Очень необычно. Так, что у нас по телеку? По телеку у нас нихрена полезного. Зомби ящик надо просто оффнуть. Хорошая комната. Здесь можно было бы снимать какую-нибудь американскую историю ужасов. Она бы идеально подошла. Так, чё-то тут у нас завибрировало. Значит, чё-то есть. О, это открывается, что ли? О, я пона, ты ж, блядь, что это? Какого, блядь, хера? Ты кто, чудовище? Это не твоя рука там была, валялась? Найдено ДНК. Найдено одно совпадение. Пациент 2-19. Ты думаешь, что это человек? Это больше похоже на какую-то куклу, типа анатомическую. О, господи Иисусе. Ладно, сейчас мы, знаешь, что сделаем? Мы сейчас это дело просканируем. Тебя никто не лапал грязными ручищами. Бля, чё у неё с тенями? Ты вот так-то одна тень, так другая. Ну, есть какие-то недоработки, то есть. Я надеюсь, что разработчики это пофиксят, потому что это в данном случае бросается в глаза. То есть ты это видишь прямо вот-вот-вот. А вот и следы, за которыми надо следовать. Так, ну что, мы готовы к пиздецу? Отлично. Ящик под номером 2. Открытие шкафов. Такого у нас точно не было. Мы гробы открывали, мы открывали кейсы, мы открывали что угодно, но ящики такие из шкафа ещё не были у нас. Так, тут никого. А между прочим, туда можно типа зашкириться как бы. Ну, я думаю, что вряд ли нам придётся. Опа! Я понял тебя. Я понял тебя, мой дорогой друг. Куда мне надо? А тут даже есть QR-код, и самые внимательные сейчас возьмут свои телефоны и попробуют это дело отсканить. Блин, у меня тоже был, но я не буду это сейчас делать. Ну что, а вы напишите в комментах, куда он, собственно, ведёт. Дракс won't help you. Да, наркотики тебе не помогут, друг мой. Хотя, мне кажется, что кто-то из разработчиков что-то явно употреблял, когда это делал. Флук-сайкл. Всё, побери. Что ещё? Я идеально озвучил ведь головной герой. Так вот он хотел передать свои эмоции. Так, мне кажется, что надо было такого, знаешь, сурового чувака, у которого реально проблемы взять. А ну такой, ну, эпичный чел. Что это у нас такое здесь? Так, опять головоломочки? Хорошо. Что это, мать твоя? Что они хотели? Да, 2017 год. Так, что тут у нас? Это работает, не работает? Взаимодействие. Ну, ультрафиолет в данном случае нам не помощник, поэтому давайте выберем вот такой вот вариант. Nope. Тоже ничего. Ну, комната как бы внушала доверие, что здесь можно было что-то сделать. Это было здесь? Чё-то я не помню, чтобы это здесь было. Так, включим ультрафиолет, он хоть какой-то свет давал. Так, ладно. Ммм, инвалидные вот эти штуки, эти кресла. Так, а куда ж ты шёл? Сюда, что ли? По традиции надо было проверить, блядь, ещё глаза чешутся. Так, тихо. О, мартышка, я тебя видел в Pine New Drive, по-моему, ты была. Какая забавная мартыха, ты смотри, а! Обычно она всегда делает шум, и на этот шум наведывается куча разных проблем для главного героя. В любой игре, абсолютно. Может, её просканировать надо как вещь, мне кажется, нет? Нужно тебе сканировать. Ну, и селфи с тобой делать тоже, я думаю, нет смысла. Так, возьми, дай мне свет. Продолжаем следить за следами. Следить за следами. Такое, знаешь, масло-масляное. Что это такое у нас? Странно. Очень, блин, странное место, серьёзно. Кто там у нас хнычит? Не плачь, красавица, сейчас приду. Сейчас только разберусь. Получив новое сообщение, нажмите, чтобы сразу открыть его. Это твоя вина. Неизвестный номер. 22 июня, 15-й год, 6.39. Понятно. Нам ничего особо не скажут, но это твоя вина, братан. Во всём виноват, как говорится ты. Моя вина, видимо, в том, что в своё время я не помог девушке, которая была заминирована. То есть я не успел сообразить, где мне взять код, и послушался именно её. Она сказала комбинацию, я её ввёл, и, видимо, всё пошло не так, как надо. Воу, 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 тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, спакушечка, спокойно, блядь. О, господи, люди, что происходит? Помогите мне! Помогите же! Осторожно, нестабильная электоросеть здания. Я использую рубильник, чтобы, видимо, восстановить ситуацию. Провода, наверное, тёплые. Я могу их использовать, чтобы найти. Тёплые провода. Тепловизор у нас тут где-то был. Тепловизор, пожалуйста. Так, тёплые провода. Давай посмотрим, куда они ведут. Я говорю, эта фишка взята из Кондемнада. Там были детективные расследования с помощью телефона, ну, сверхнавороченного, который позволял также сканировать, делать заметки, сопоставлять улики и прочее. То есть, этот момент я уже видел. Так что здесь разработчик, к сожалению, ничем не удивил. А пистолет, который стреляет боком, это было прикольно. Так, 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 так. Что тут у нас? Так, по идее, я неправильно сюда веду, да? И куда дальше? Вот сюда вот. Подожди, так, рубильники мы видели уже с вами. Рубильники находились вот здесь, насколько я помню. Я должен в правильном порядке, видимо, все это... Ооо, фаак. Все, заработало. Да, не шибко оно заработало, но тем не менее. А-а-а, смотри, как интересно. То есть, тут еще не все нужно активировать. То есть, нужно... Вот этот, что ли, только? Чипоинс готово. Готово. Первый. То есть, нам игра сразу подсказывает, как правильно это сделать. И последний. Я не знаю, как этот умный телефон сумел такое, но какой-нибудь айфон или андроид вряд ли бы смогли. Так, по идее, электропитание должно вернуться. Любой ваш поступок приводит к последствиям. А вот это реально интересно. Такие фишки многие люди любят в играх. В Тейл Тейлс игрушках мы это любим. И таких подобных же. Так, хорошо. Верните, пожалуйста, мне ультрафиолет. На улице весна, а на душе лето. Так хочется тепла и ультрафиолета. Привет, мартышка. Что-то ты сидела, блядь, завалилась. Нормально. Нормалечек. Так, погнали вниз. Я думаю, что в этой игре бегает не самая лучшая затея. О, господи, тихо. За что именно ты отвечал? Неужели это ты все начал? Неужели это все по твоей вине? Скажи мне, Блэк. Хебаный свет. Да, чувак. Если бы ты знал, какое дерьмо ты подписался, я думаю, что ты бы, наверное, уже давно как-то порешал бы все эти проблемы. Это просто жесть какая-то. Так, теперь должно работать, да? Ну, наконец-то. В этих бессмысленных скитаниях должен быть какой-то логический смысл. Это я. Что? Это я? Что со мной происходит? Hello? Ау, я тут живой! Call Black! Текст на экране. Вернувшись из армии семь лет назад, Блэк, похоже, провел несколько лет в алкогольном и иногда даже наркотическом забвении. Деньги он добывал подработками в небольших охранных фирмах, где со временем приобрел особую репутацию. Все знали, что он готов взяться за любую работу. И в конечном итоге он стал наемным убийцей. Со временем Блэк завязал с пьянством и головой ушел в работу. Его клиенты щедро платят, но Блэку деньги нужны лишь для того, чтобы оценить важность контракта и серьезность намерений клиента. Судя по психологическому портрету, Блэк – это клубок противоречий. Он испытывает угрызение совести после каждого убийства. Здесь что-то не так. Да, 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 давай посмотрим. Знакомо, знакомо. Фотография, следы пуля поздан и полуавтоматический пистолет. Это мы видели все. Что у нас здесь? Панель управления, БПЛА, ФДГ. ФДГ, я не знаю, что это за ФДГ. А это, видимо, наш главный герой, да? Прекрасно. Что он там делал? Хороший предвопрос. Так, тут что-то еще есть, походу. Так, что мне надо? Сканер мне нужен. Сканерок. Давай зац... Его просто мандражировало здесь по-жесткому. Вот что-то есть. Это что, баллон с газом? С пропаном? Или, мне кажется... Обнаружен... Галатан. Газан эстетик. Анастетик? Зачем он здесь? Спрашивается, кого хера. Так, ну здесь вроде бы больше ничего не открывается, поэтому имеет смысл просто свалить, наверное, нахрен. Вау, 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 полегче, калиточка. А, мистер Блэк. Я прошу прощения за театральщину. Это часть курса лечения. Лечение будет гораздо лучше, если вы будете просто дышать. Я пытаюсь вот так вот, хорошо. О, как-то все хреново, по-моему. Твою же мать, как-то слишком коноебит. О, боже. Вот так, видимо, и начинается приключение нашего главного героя. Либо я не успел что-то сделать, либо так надо. Хм, либо одно другому просто не мешает. Подъем, мать твою. Где я? Какого хрена? Эй! Вот так, мистер Блэк, расслабьтесь, дышите, вы снова с нами. Возможно, легкая дезориентация. Что? Какого хрена? Что за хрень на голове у меня, эй? Что за хрень на голове у меня? Эй! Тише, мистер Блэк, это все, о чем я прошу. Ваше замешательство — это побочный эффект лечения. Это неприятно, но я уверяю, вы в надежных руках. Если это вам поможет, зовите меня Рэд. Я тебе, блядь, кишки, вы пущу, падла! Вы накачали меня газом? Я что здесь? Перед этим увидел другое место. Поэтому вы и здесь, мистер Блэк. Но сейчас не время задавать вопросы. Действительно. Это можно взять, наверное, да? Глоустик нет? Блин, печалечка. Что, и телефон? У меня телефон забрали. Нет, не забрали. Так, хорошо. Включаем наш любимый ультрафиолет, который показывает все секреты в этой игре. Ну, типа, я так шутканул. Так, ладно, погнали. Что-то тут у нас. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу! Легче. Знаешь, на что похоже? Помнишь, как в Resident Evil 7, когда мы играли, там был один чокнутый такой сыночек у семейки неадекватов? Он любил делать испытания и поздравлял так всех с днём рождения, сколько я помню, да? Опа, это хорошо. Наверное. Постойте, это же мой пистолет. Очень интересный акцент у нашего главного героя. Считаете это защитой, мистер Блэк? На ком доверия. Как я могу доверять вам, если вы меня оглушили и нацепили мне на голову эту хрень? Я пояснил, ваша память пострадала при взрыве. Вы сами пришли к нам, чтобы узнать ответы на два вопроса. Что вы там делали и кто эта девушка? Я знаю, что я там делал. Я спасал эту девушку. Это уже прогресс. Пожалуйста, продолжайте. Что продолжать? Аллоу. Everybody here? У главного героя прикольный акцент, и я не могу понять, какой он. Если разработчики, допустим, поляги, может быть, это всё в Польше происходит. Хотя, чёрт его знает. Такс. Хм. То есть я должен выйти, да? Вот единственная дверь, которая открыта, это вот эта. Такс. Ну то, что он не американец, это мы уже поняли. Так, а что это такое у нас? Карта есть. Так, ну давай посмотрим. Прототип устройства визуализации памяти. RR003. Кодовое имя. Пандора Савант. Пандора Савант. Кишки. Типа я могу взять его? Вау. Тихо-тихо-тихо. Спокойно. Пандора Савант. Так, а перезарядка у нас бывает вообще? В принципе, да. Так, патронов не шибко много. Поэтому нужно осторожно всё делать. Так, погнали посмотрим, что тут у нас вакхонейшн. Ёпта мать. Вот у чувака как раз вот это вот устройство памяти. Пациент 2.23. Клиника Питхерст. Блэквелл. Бромс Гроув. Интересные идентификационные данные. Уолт Кауфман. Старо Бридж Роуд Кэдс Хилл. 69-го года. 28 лет. Так. Понятно, братан. Так, подожди, я же могу тебя просканировать с помощью телефона, и ты мне расскажешь все свои тайны и секреты. Правильно? Давай. Так, сооружение лица. Найдено совпадение. Волт Кауфман-28. Вооружённые силы часть засекречена. Военные. Что он здесь делает? Блин, вот реально эпичный голос у главного героя. Я так даже повторить не смогу. Я так хрипеть просто не умею. Так, что тут у нас такое? Пациент 2.13. Сильное депрессивное расстройство. Ну, ещё бы с такой бородой-то ходить. Так, что тут у нас? Маниакален депрессивный психоз. Прекрасно. Просто идеально. Может быть, сейчас Джокер найдём здесь? Было бы неплохо. Ты... Ты думаешь, ты раскусил меня? Ну, обожди. Я подползу к тебе сзади, а потом... А потом ты... А потом, я боюсь, представить, что будет. Это у нас... Кто? Это Леонард Шелби. Леонарда Шелби можно просканить, я думаю, да? Давай. Готово. Найдено совпадение. Леонард Шелби, 31 год. Запись от 0-2-10 в базе без вести пропавших. Дело открыто в сентябре 2000-го. Сентябрь 2000-го? Это же было когда? Когда это было? В сентябре 2000-го, чувак. Это было не так давно. Это было не так давно. Когда ты стал ногой в говно. Так, пошли дальше. Тихо, спокойненько. Смотрим. Я думаю, что пора достать волыну. Эй, друг. Я здесь. Ты выбрался. А как ты это сделал? Не бросай меня. Не бросай меня, дружище. Где мы вообще находимся? Ну, Маня, помоги мне. Вон тот включатель. Отпирай дверь. Ты должен помочь мне. Какой включатель? Вот этот? Серьезно? Что-то, по-моему, мне очень помогло. Противник, что ты не прокатил юморок-то наш. А, ну, не работает ни хера. Ах ты ж, твою мать. Может, как-то здесь можно попробовать? Чи-поньк, теперь заработало. А, ну-ка, проверим. Вау! Спасибо. Ты об этом не пожалеешь, братишка. Не пожалеешь ни капельки, йоу. Помни, что любой ваш поступок приводит к последствиям. То есть, возможно, этот чувак либо убьет нас в будущем, либо нам поможет. Либо хер его знает. Может, какой-то псих, какой-то маньяк был. Еще он таким опытом проводил. Мы взяли и его спасли. То есть, игра, по крайней мере, она имеет какую-то нелинейность. То есть, надо идти в свободу выбора. Хочешь делать так, хочешь делать не так. По крайней мере, это уже интересно у кого-то еще глянуть, кто поступил иначе в данной ситуации. Кто на ютубе проходил или, допустим, вы сами перепроигрываете, или друзья ваши играют. Так, телек можно оффнуть. Я не знаю зачем, но телевизор можно выключать. Экономия энергии никогда еще, собственно, не была так интересна в играх. Я вот думаю, блядь, туда нам идти. Коль, можно сюда пройти. Что это такое у нас тут? Так, Вуршир Уиклия. Сердце тьмы, ужасы, страшные клиники. Ричард Бахман и Брайан Ивенсон. Психиатрическая лечебница Литхерст была построена в 1962 году. Изначально было рассчитано на 500 человек. Однако, в середине 80-х в клинике единовременно проживали более 2000 пациентов. Через 15 лет лечебницу закрыли после многочисленных жалоб бывших пациентов и серии газетных публикаций. Так, радикальной теории, согласно которой все психические расстройства вызваны инфекциями, что лучший способ излечить пациента – устранить источник заражения. Свидетели утверждают, что он удалял пациентам зубы и, если считал лечение неэффективным, регулярно ампутировал некоторые органы, в том числе яички, матку, яичники и желудки. Он заявлял, что эффективность его метод 90%, но на самом деле многие из его пациентов скончались. Хибать копать. А руки он не ампутировал, потому что там рука лежала у нас фейковая. Так, сапешечка. Сюда можно пройти? А, мы тут были уже. Так, ладно. Знаешь, вот чем-то немножко похоже на смесь кондемнеда и аутласта. Вот сейчас подумал, на первый аутласт больше похоже. Мистер Блэк, я же вас просил не обращать на них внимания. Без вашей помощи я не смогу вас вылечить. Да, конечно. Конечно, мать твою. Блять, я бы ту записочку прочитал бы, конечно. Чё это у нас такое? Бен выдавал своим пациентам ЛСД и требовал, чтобы они открыли его с помощью своей... С помощью ЛСД свой внутренний мир. Он признал, что его теория об инфекциях была, возможно, не идеальной. Но увидев результаты терапии доктора Эллиота Бейкера, он решил, что ЛСД станет панацеей от всех психических расстройств. Обнажённый пациент должен получать высокие дозы ЛСД и находиться в одиночной камере по меньшей мере две недели, утверждал он. Разумеется, после такого лечения многим больным становилось ещё хуже. Порой такое лечение заканчивалось трагически. Так пациент Ричард Пикман, страдавший шизофренией, вырвал себе глаза и съел их. Ебать! Вырвал себе глаза и съел их! Так, только представьте, насколько это жуткое зрелище. Так, ладно. Жуть-жутью? Но что-то пока на нас никто не падает. Какая-то рябелька по экрану пошла. Так, что у нас здесь? Пациент 309. Зовут тебя... Сэмсон Чарнелл. Холли Лейн. Сэмтвик. А, Смэ... Смэтвик, господи. Три-четыре года. Место рождения Лоннон. То есть, ты хочешь сказать, что английский акцент был? Нет. Может, не надо? Братиш, может, не надо, ёпта? Блять, это была хуёвая затея на самом деле. Я типа мог, наверное, сбежать как-то. Ебона мать. То есть, я его убил, а кровь из него не вытекла. Братишка, кровь у тебя не течёт, видимо, априори, да? Ладно. Хорошо. Давай тебя проскодируем. Понятно. То есть, по сути, я мог этого не делать и не убивать этого человека. Интересная игра. Так. Ладно. То есть, он откуда-то выбежал. Что-то где-то открылось. Тут мы были? Что-то захлопнулось, по-моему, сзади. Что-то позади захлопнулось, и от ней хорошо. Так, ладно. Ваша память пострадала, но реакция осталась прежней. Это чисто мышечная память. Потрясающе. Просто изумительно. Что за херня тут творится? Тут полно беглецов, преступников, бывших военных. Кто я, мать вашу? Какого хрена у меня оружие? Я понимаю ваше любопытство, мистер Блэк. Но вы сможете задать вопросы чуточку попозже. Пожалуйста, продолжайте. То есть, это типа испытанец такой у нас, да? Хорошо. Так. Джон Линдон. Код специального обращения. Принудительная медикаментозная терапия. Глаза зеленые. 26 лет. Зеленые глаза. Заперто, разумеется. Разумеется, сударь, заперто все. Че там? Первый день рождения, второй день рождения, четвертый день рождения. Воу-воу-воу! Что ты делаешь? Почему не работает? Где они? Ты забрал торт и подарки. Он очень расстроится. Ты чудовище, ты просто чудище. Мистер Блэк, что вы там натворили? Поймите, любой ваш поступок приводит к последствиям. Нам придется за них отвечать. Это часть курса лечения. Серьезно, мать твою? Простите, что? Вы повредили схему, когда копались предохранители. Причина и следствие, мистер Блэк. Вот почему вы здесь. Действия и противодействия. Прошлое и настоящее. Пожалуйста, продолжайте. Продолжать что? Что тебе, блядь, на... Мне там СМС-ка пришла? Я обязан тебе спасением. За это я помог тебе. Я нашел путь. Проход открыт. Странно, блядь. Так, мы кого-то прибили. Я каким-то невероятным чудом кого-то прихерачил снова. Что, блядь, вещдок? Там что-то он, короче... Еще раз. Еще раз просканируй. О, теперь уже более хорошо. Найдено совпадение. Запись базы без вести пропавших. Ах, ты ж ебать колотите. Ладно, хорошо, пошли дальше. Мы ненароком прибили несколько, собственно, заключенных. Я не знаю, это наверняка очень плохо будет для нас. Для них уж точно херово. Вы всегда что-то ищете. Вы и впрямь усердный сыщик, мистер Блэк. Дивное качество. И оно пригодится вам, когда вы будете готовы к первому путешествию. Жалко, нельзя просто разбить камеру. Так, ладно. Пожалуйста, продолжайте. Слушай, ну это уже как-то немножко однотипностью попахивает. Так, либо пойти на... Что это, блядь, за жизнь такая? То есть там как будто нет текстуры, она просто сквозь проветривается туда. Ну, просматривается. Проветривается. Так. Так-так-так. Ладненько. Я не знаю, куда я попал. Какие-то планы постройок у нас. Но в этом разбираться нам сейчас явно не нужно. Что такое? У нас какие-то визитки. А7С, что ли? Пандора реагирует. Посмотрите перед собой и не отводите взгляд. Дышите медленно и ровно. Так, для калибровки. Блок памяти нужно немножко времени, чтобы откалибровать ситуацию. А вот и, видимо, та девушка, да? Хрен его знает. Скорее всего, так и есть. Что у нас здесь? Открылась Бирмингемская башня Глок. Новейший небоскреб Бирмингема наконец-то сдан в эксплуатацию. Архитекторы и городостроители в один голос называют его украшением Центральной Англии наших дней. Однако предназначение нового небоскреба, получившего международной прессе название башни Глок, до сих пор остается загадкой даже для местных жителей. Окей, ушки. Так. Тут ничего интересного. Теперь надо понять, как нам свалить отсюда. Так. Бизнесмен, Роджер, Говард и оружие будущего. По-моему, у этого челика мы там присобачили, не? Случайно. Так, пушка какая-то. Оружие будущего. Новые супер-сверхтехнологии. Здесь дверь откроется. А-а. Эта дверь уже не откроется, братан. Тут все слишком плохо. Так, еще что-то. АДС стремится к победе. Я понял. У нас события как-то в игре вообще будут развиваться дальше или нет? Слушай, давай просканируем. Мне что-то кажется, тут с телефоном какая-то шушеромушера завязана. Так. Покажи-ка мне ультрафиолет, пожалуйста. Так, тут все нормально. Тут все понятно более-менее. Что у нас за карточки? Это мы видели. Так. Что у нас еще? Может, я что-то не заметил здесь? Так, тут не откроется. Как бы я ни хотел, это дело вряд ли можно будет открыть. Тем более, там никого нет. Так. Вот куда надо было глянуть, оказывается. Ох, я хорошо штырил. Я так понимаю, что мы будем перемещаться между различными воспоминаниями. Хорошо. Расслабьтесь. Пусть фотография перенесет вас туда. Вы ощутите легкую дезориентацию. Вам ничего не угрожает, абсолютно. На фотографии головной офис Advanced Defense Strategy, или ADS. Они являются, вернее, были ведущими производителями оружия в Великобритании. Они разрабатывали оружие под названием Corner Gun, которое вы, судя по всему, помните. Это да, было дело. Это то, которое боком типа стреляет, да? Хотя другой пушкой мы особо вроде не юзали. Оружие есть? Входной вызов у нас. Неизвестный номер. Что за херня, блядь, сейчас произошла? Это по-настоящему? Я боюсь, что ответ чуть сложнее, чем ваши вопросы, мистер Блэк. Все вполне настоящее. Пока что успокойтесь и просто осматривайтесь. Окей, ушки. Пять лабиринты. Укрась прототип, уничтожить все данные. Скорее всего, да. Мы полагаем, что вас кто-то нанял. В случае написано Роберт. Наверняка Роберт Рэмзи. Он работал на конкурентов компанию ФДГ. Значит, одна фирма наняла меня, чтобы я покрал другую. Не пытайтесь составить картину, мистер Блэк. У вас не получится. Это ж ебать колотить. Ладно. Так, с оружием у меня есть такое. И, в принципе, все. Видимо, решили, что... А, это звук просто... Я думал, там кто-то ползет. Что нам больше не надо ничего. Пистолет, это наше все. Так, эти двери не открываются. Я вот играю, до сих пор не могу понять. Нравится мне игра? Нет, не нравится. Не знаю, честно сказать. Пишите, кстати, свое мнение. Нравится вам игрушка? Купили вы ее? Купили ли? Так, удерживайте сканер с помощью L1R1. Так, подожди, выбери... О! Так, сканер. Готово. Просканировав аномалию, вы сможете увидеть ее изображение на экране телефона. Все очень просто. Мы создали программу, имитирующую ваш сканер и настоящей реальности. Он поможет разобраться с несостыковками вашей синоптической памяти, ваших воспоминаниях. Сыпься. Так, а двери он умеет убирать, нет? К сожалению, видимо, нет. Так, тут ничего интересного. Вещдок не обнаружен. Так. Просто лабиринты. Ходишь по лабиринтам. Монстров нет. Я не знаю, где здесь элементы хоррора, есть ли они вообще в принципе. Наконец-то вы сможете включить мозги. А не решать все проблемы стрельбой. Осторожно, вы обожжетесь, если пройдете к трубам слишком близко. Обожгусь, я думал, что это воспоминание. Так и есть, но ваш мозг сымитирует боль от ожога. Что влияет на разум и влияет на тело. Причина и следствие. Да, это безумие. Еду безумица! Так, что нам делать? Я там один крутанул, но этого, видимо, маловато было. Так, здесь что-то замандражировало по всему, надо проверить. Так, это заперто. А, видишь, он показывает, если мы близко подходим к нужной вещи, то есть он как бы там три таких зеленых лампы сгорается. Так, точно не с помощью сканера нам нужно это делать. Сканер нам пока не надо. Давай попробуем ультрафиолет. Слушай, ну, судя по всему, я подхожу правильно. Так, там есть огромный замок. Но открыть его тоже не получится. Отмычек не может стрельбой попробовать. Что у нас еще есть ради интереса проверить? Тепловизор. Так, вот горячий пар, трубы. А, вот еще клапаночки! Ёпта, я их не заметил сразу. Сейчас как гахнет, наверное, и все. Пиздарики. Нет, братишка, так все это просто не делается. Так, выбирай телефон еще раз. И подрубай тепловизор. Так, значит, делаем вот такую вот штуку. И делаем вот такую вот штуку. Все. Проще простого, ёпта. Видите? Нет ничего сложного. Абсолютно, блядь, нихера сложного. Плевать, что наш мозг смог сымитировать то, что мы, типа, ошпарились невидимым паром. Ну, ничего страшного, бывает. О, цыщики, откуда нам надо? Что происходит? Здесь что-то не так. Мистер Блэк, вы поняли, это слишком поздно. Воу, легкой временной аномалии. Вспомните события не в том порядке. Ваш мозг просто хочет со всем разобраться. Может, не назад пойти? Не, назад там не надо. Ладненько, давай вперед. Воу! Ипона, мать. Так, братан, что-то нам совсем паршиво. То есть там какой-то генератор был или что-то такого рода. Так, подожди. Подожди. Ультрафиолетовый свет тоже не варик. Карта, тепловизор, сканер. Давай просто отсканируем. Воу! Тихо. Так, тут ни хера. И как ты хочешь... Я понял, надо какой-то генератор найти или что? Где его искать? Давай назад идти. А, назад уже двери недоступны. Я понял тебя. Это что, блядь, такое? Там чья-то голова металлическая. Охренеть можно. Слушай, а это как-то работает, наверное, нет? Что-то вряд ли, конечно. Так, ультрафиолетовый свет. Но он мало что скажет хорошего нам в данной ситуации. Так, сканируем комнату, изучаем ее более как бы досконально. Так, сообщение тепловизор. На тепловизоре она тоже никак не обозначается. Пиздарики. Просто какие-то пиздарики, друзья мои. Я немного не всекаю, каким макаром я должен пройти это. Тут головы нет, кстати. Может, надо было забрать ее как-то? То есть, вещь должна, видимо, появиться все-таки в любом случае. Давай все-таки ультрафиолетом будем ходить. Хоть какой-никакой, но источник света у нас есть. Да ладно! Неужели это все по твоей вине? Вы помните, как пользоваться? Не очень. Почему бы не пройти огневую подготовку? Ну, пукалка серьезная, на самом деле. О-о-о-о! И что это было? А, я типа должен стрел... Ага. Вот я типа просканировал, окей. Так, стреляйте на 90 градусов налево и направо. Нажмите ладин, чтобы выгнуть корнер. Ага. Вот оно что. Забавная штука. Готовая. Не, прикольная, я не спорю. Реально забавная штука. Ибо там камера установлена прямо, видимо, в этот прицел. Так. Так, пригодитесь, идите вперед. Фонарик бы нам дали. Так, что там? Поднимите голову и посмотрите на потолок. Ага. Я понял. Находясь в этом положении, вы можете выгнуть корнер с помощью родин и выстрелить над укрытием. Твою же мать. Готово. Теперь, видимо, я могу пройти дальше. Че здесь так адово темно? Воу! Черт, по-моему, я куда-то упал. Куда я, блядь, делся? Так, ну сюда. То есть прямо под нашими ногами прорисовывается все это дело. Неужели ты это все начал? Я пока не очень вникаю в суть происходящего. Я думал, что тут как-то будет по-по-это самое, пожестче. Так, что нам, стрелять надо? А, типа стреляй туда. Там никого... А-а-а! Вот ты хитрая жопа! И че, блин? Все, зафейлили мы с вами? Понятно. Давай еще раз. Поле... А, белый индикатор на торце телефона указывает, где находится аномалия. Нажмите, чтобы просканировать. Ох, как-то сложновато тут все у нас попридумано-то. Че, проходим? Проходим. Поехал. Нажмите, чтобы для быстрого перехода в одно положение к другому. О, вот это уже интересно. По крайней мере, нужно нажимать кучу кнопок, чтобы переключиться. Что там такое у нас? Ёпта. Так. Я снова в здании АДС. Блядь, вырубай его, ёпта. Вали его нахрен! Хо-хо. Убийство других людей повлияет на то, как вас воспринимают. А воспринимают нас, видимо, не очень дружелюбно здесь. Так, ладно, устроим мадовую бойню. Черт, мидери. Как-то здесь не все в порядке, мать его. Я не очень понимаю, правда, куда мне надо. Что за херня? Что это такое? Тут надо, типа, медленно двигаться. Что-то я не очень пока понял, реально, куда конкретно мне нужно. Но меня пытаются убить. Притом делают это очень даже неплохо. Я хотел его аккуратно вырубить как-то. Привет, братан. Здорово, братишка! Воу-хоу-хоу-хоу-хоу-хоу! Мистер Блэк, вам нравится эта перестрелка? Постоянное обнуление. Сосредоточьтесь уже. Так, на чем мне сосредоточиться? А, тут типа машина есть? Постарайтесь извлечь из нее выгоду. Это не состыковка. Так, машина типа делает как бы... О, что с колесом у нас? А, это просто так тень падает. Ладно. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Просто сканируй. Там источило. Здесь тачка. Воу-оу, братан. По нам, по-моему, активно гасят. Так, лучше валить отсюда. Реально, я пока не очень встекаю, что от меня хотят. Тут типа выход. А, это мы типа пришли обратно. Я понял все. Извлеките из нее выгоду. Хорошо сказано, мать его. Так, это место, где они меня обнаруживают. А там, по-моему, синим цветом указана аномалия. Так, вот тут типа должна быть тоже тачка. Еще одна машина. Ре, я должен машины повосстанавливать? Как посмотреть? Подожди, должны быть цели. Япона, мать. Так, цели, цели, цели. Украсть прототип и уничтожить все данные. Хорошая цель. Я вроде бы умудрился убежать. Фух, черт, митри. Я не понимаю, как это работает. Говорит наш главный герой. Как и сон, мистер Блэк. Пока вы спите, лучше я, пожалуй, объяснить не смогу. Мандора пока не способна полностью имитировать поведение людей. Старайтесь не нарушать здешних порядок вещей. Каждое убийство переписывает воспоминания. А это, в свою очередь, может вызвать ускажения. Так, друзья мои, я думаю, что мы будем заканчивать, наверное, на этой чудесной ноте. Это игра под названием Get Even. И такой, знаешь, неоднозначный продуктиц получился, как мне кажется. Игра специфическая и, в принципе, на любителя. Если вам понравилось, пишите об этом в комментариях. Прошли вы бы ее или уже проходите. И что вы, в принципе, об этом думаете. Ну, а я буду прощаться. Если понравилось, не забывайте подписываться и ставить пальцы вверх. Сейчас попробуем вот так вот сделать. Вот такую вот штуку. Так, тут все нормально. Вообще прикольно, Преблуда, я не спорю. Для какого-нибудь Rainbow Six или Sprinter Cell она бы подошла очень даже. Или даже в Call of Duty. Там тоже подобные технологии были у нас. Ну, а я, пожалуй, реально буду прощаться. Все, друзья мои, всего хорошего. Пока-пока-пока-пока.